Уже больше года наша страна организовывает визиты на освобожденные земли. Теперь все можно увидеть своими глазами, увидеть и сделать соответствующие выводы об армянских вандалах. О важности таких поездах, а также предстоящей миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, мы поговорим с российским экспертом по международным конфликтам, журналистом Евгением Михайловым. Евгений Александрович, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Иванович. Итак, важность поездок на освобожденные земли. Почему это так важно, все увидеть своими глазами? Вы, кстати, тоже бывали уже в Карабахе. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об этом, напомните и подчеркните важность. Я как бы не сомневаюсь в том, что, как вот эксперты перед этим, путешественники сказали, что чем больше журналистов, экспертов, других людей, которые значимы в определенных сферах, будут посещать Карабах, тем больше будет доноситься до мирового сообщества та информация, которая скрывалась теми же армянами в силу определенных причин. Да, я был в Карабахе, я был в феврале, как раз когда еще мины не разминировали, там ходили по этим дорожкам, нам показывали. В Агдаме, конечно, это ужас. Ничего не осталось. И то, что сейчас идет масштабное восстановление, это лишнее доказательство всем тем и армянским силам, и проармянским силам, что Карабах – это Азербайджан. И Азербайджан показывает, как нужно любить свою родину, свою территорию. Ведь никто не мешал, по сути дела, тем же армянам для того, чтобы доказать, как они пытались доказать, что этой территории принадлежали там всегда древней Армении. Почему они не восстанавливали ничего? Они все разрушили, все, до последнего камня. Джума-мечеть, в ней пасли свиней. Древние захоронения там Карабахских ханов разрушены. То есть, а это история, это культура мусульманского, ну, вообще, это история всего мусульманства, это древняя территория. И об этом не стоит забывать. И нужно говорить, и говорить, и показывать. И постоянно туда нужно возить людей, именно на территорию освобожденного Карабаха, которые будут именно доносить правду. Опять же, люди разные. Я уверен в том, что даже из тех, кого массовым потоком будут привозить в Карабах, найдутся те, кто будет уже ангажирован другой стороной, которые будут критиковать. Но я надеюсь, их будет гораздо меньше. Потому что, в любом случае, мировое сообщество прекрасно уже понимает, кто был оккупант, что они делали на оккупированных территориях, какие задачи у них стояли. А задача, прежде всего, снести с лица земли все то, что бы напоминало об Азербайджане и его народе. Впрочем, подобное происходило в Ереванском ханстве. В Ереване-то там ничего не было армянского. Там все были дворцы и мечети азербайджанские. От них не осталось и следа. Но в любом случае, даже сейчас, я наблюдаю, сами армянские историки говорят, вот здесь это только были азербайджанцы. Армяне там жили где-то на хуторах, образно говоря, возле города их было незначимое количество, и они здесь не играли никакой роли. То есть уже идут такие даже кадры, подтверждающие то, что везде, где, к сожалению, приходили армянские историки, чужая история стиралась с лица земли. Евгений Александрович, я хотела вот как раз спросить, вы уже коснулись темы Еревана. Миссию ЮНЕСКО мы ожидаем и в Армению, и в Азербайджан. Но мы неоднократно обращались к организации с просьбой даже и в то время, когда территории были оккупированы, они не могли их посетить. Можно сказать, что армянская сторона как-то этому препятствовала. Но сразу после освобождения наших земель, после Отечественной войны, мы снова обратились к ЮНЕСКО и опять ответа не услышали. Почему они так поступают? Но как только возникает вопрос с христианскими памятниками, они сразу отвечают. Разве можно разделять христианские, мусульманские? Это ведь мировое наследие. Вы знаете, наследие это мировое, но политическую конъюнктуру никуда не деть. Действительно, сильно влияние армянского лобби и мнение, особенно в Европе, армяне очень часто нормально так проталкивают. Ведь я даже читал про этот визит, который планируется ЮНЕСКО, в армянских СМИ, очень сильно критикуют, что миссия ЮНЕСКО попадет только в Физули, в Агдам и Шуши. А вот почему Азербайджан не пускает, дескать, в Гадрут? Вот. И о чем это все говорит? Это говорит, прежде всего, предвзятой такой позиции, которую нужно менять. И вот я читаю критику одной стороны. Я-то знаю, я, в принципе, всегда выказывал свое мнение в пользу Азербайджана, несмотря на то, что я оцениваю и позиции Армении в данном вопросе. Вот они все время говорят о каких-то христианских памятниках, которые, дескать, попав под контроль Азербайджана, будут разрушены и так далее. Пока же мы сталкивались с тем, что все, что попадает в руки древней нации, становится либо армянскими церквями, либо, к сожалению, либо становится местом выпаса скота. Вот как бы там не прискорбно об этом рассуждать, но так и есть. Мы видели, что на территории Карабаха даже православная церковь превратилась, русская православная церковь, там сделали пару надстроек, она стала армянской церкви. Я не буду называть там православные, не православные, они считают себя древними, у них свое течение. Но то, что они все время пытаются доказать, говорить на черное-белое, белое на белое-черном, это, к сожалению, так. И вот сейчас идет борьба за то, чтобы обвинить Азербайджан, что все православные, армянские, христианские, так сказать, культурные ценности подвергнутся некоему там разрушению и так далее. Этого не так. Мы же знаем, что даже армянская церковь, я постоянно возле нее хожу, она в прекрасном состоянии, в центре Баку. Никто ее не разрушает, и вообще все, что принадлежит армянской культуре, ничего не разрушено на территории Азербайджана. А вот албанская культура, древняя, которая там, древние албанские церкви, мы же знаем, они как бы стали либо армянскими церквями, либо же вот вечно идет спор, кто это построил и так далее. Хотя мы историю-то прекрасно изучали. И знаем, что в определенный период просто под протекторат армян попали эти церкви, они стали армянскими. Но строили это их совсем другие люди. И так будет во всем. Поэтому с ЮНЕСКО надо работать, с ЮНЕСКО надо переубеждать в тех или иных вопросах. Это уже большая политика. И кто окажется в этом сильнее, я, кстати, уверен, что в итоге Азербайджан убедит эту уважаемую организацию относиться нейтрально. Вы приезжаете, вы оцениваете так, как это есть, кто разрушил, кто наоборот пытается сохранить и потом делать определенные выводы. И не слушать претензий армянской стороны, которая пытается из любой возможности сделать так, чтобы было хорошо только им. Евгений Александрович, штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже, где мы знаем, да, огромная армянская диаспора проживает. Можно ли сказать, что они служат армянской пропаганде с учетом того, может на них оказывается какое-то давление или за все это время они как-то взяли организацию под свой контроль? Я бы не торопился так говорить. Я могу единственное сказать, что действительно они подвергаются непосредственному давлению армянской диаспоры. То есть, она весьма убедительна во Франции. Мы это знаем даже по посещению, незаконным посещением французских будущих политиков оккупированных территорий. И позицию Макрола мы не раз слышали по Карабахскому конфликту. Откровенно про армянская позиция. Вот знаете, вот хочется сказать красиво. Я не верю в то, что ЮНЕСКО подвергнута. Она такая мощная организация, обладающая возможностями. Но само нахождение штаб-квартиры, конечно, во Франции навевает на определенные мысли. Печальные мысли. То, что, конечно, идет лоббирование интересов прежде всего армянской стороны. Мой последний вопрос, он касается как раз миссии ЮНЕСКО, которая предстоит. Ваши ожидания. Будет ли она объективной? Результаты? Я могу сказать собственное мнение. Я сомневаюсь, что она будет объективна. Сомневаюсь. Честно. На фоне того, что происходит, на фоне тех информационных вбросов, которые делает армянская сторона, в том числе и весьма уважаемых СМИ. Ну, очень, я-то сомневаюсь, но хочется верить, что все-таки здравый смысл восторжествует и не будет сделано односторонних выводов. В любом случае, на мой взгляд, опять же, та или иная позиция положительная ЮНЕСКО, это, конечно, пойдет на пользу Азербайджану. Но если они не сделают правильных выводов, то Азербайджан обойдется и без ЮНЕСКО. Есть много других организаций, которые весьма влиятельны. А то вопрос времени, когда ЮНЕСКО, если в случае плохих выводов, это вопрос времени политических переговоров и, опять же, давления определенного правильного выстроенного диалога с этой организацией, и они примут правильный решение. Но в первый визит, который ожидается, я сомневаюсь, что будут сделаны те выводы, которые ожидаемы. Наверняка среди экспертной группы будут независимые эксперты, на которых не оказывалось ни давления и никак их не поощряли. Спасибо вам большое за то, что нашли время, приняли участие в итогах недели. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Об армянском вандализме и в отношении азербайджанского культурного наследия мы говорили с российским экспертом по международным конфликтам журналистом Евгением Михайловым Михайловым. мальчанского